Девушки отдыхают Ему так важно питаться не только вкусно, но и полезно. В эфире самое вкусное кулинарное шоу страны «Магия кухни» и я, его ведущая Диана Снегина. Мы начинаем готовить. А что из себя представляют вкусные и полезные блюда, нам расскажет шеф-повар Центра снижения веса Елены Мамай, Талгат Акбергенов. Здравствуйте. Здравствуйте, Талгат. Привет, дорогой. Привет, привет. Привет. Талгат Акбергенов. Мечтал о кухне всю свою жизнь. Получил образование юриста, но понял, что по-настоящему хочет работать именно поваром. Вот уже больше 10 лет шеф является приверженцем здорового питания. Благодаря своему кулинарному таланту воплощать в жизнь полезные и вкусные рецепты ему удается без труда. У Талгата есть мечта, чтобы в школах детям с самого раннего возраста преподавали уроки о правильном питании. И каждый малыш знал, какая пища является полезной, а от какой лучше отказаться. Вот интересно, знаком ли ты с нашим гостем сегодняшним, с солистом группы «Ринга», с продюсером, просто с красавцем, с Даниэром Атигеном. К сожалению, лично не знаком. Буду рад познакомиться, конечно. Просим. Здравствуйте. Вот он, наш герой сегодня. Привет, привет, друг. Как поживаете? Очень хорошо. Ну и готовить сегодня мы будем не одни, а с нашими друзьями, с продукцией генерального партнера компании «Евразиан Фудс Корпорейшн», с брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». «Евразиан Фудс Корпорейшн» – традиции и качества с 1962 года. Ну а теперь, Талгат, рассказывай, пожалуйста, что же сегодня мы будем готовить? Обычное блюдо без всяких-всяких-всяких таких заморочек. Обычное диетическое блюдо? Ну, даже оно обычное, стандартное блюдо, которое будет интересно всем, я думаю. И оно простое, легкое. Принцип работы мы это легко и просто. Называется, вот я вижу, морские шашлычки. Да, там у нас будут креветки. Это первое и... И фруктовый салат, теплый, горячий. Горячий фруктовый салат. Уже заинтриговал уже. Вот приступаем. Ну, Данияр будет сегодня прекрасным помощником, я думаю. Он вообще такой человек очень мобильный. Как сказал Билл Гейтс, мир принадлежит гибким, мир принадлежит мобильным. Так вот он такой человек. Прямо меня так расхвалили, я теперь боюсь вас подвести. Итак, переходим. Мы готовы помогать, что нам делать? Все, начинаем. Значит, вот это у нас вместо шпажек. Вот есть обычные шпажки, да? А, это вместо шпажек? Вот шпажки, да. Это мы сейчас зачистим, это будут у нас замечательные шпажки. А это что? Это розмарин. Это розмарин. Очень такая хорошая дровка. Да, это вот он пахнет йогами. Ты его много раз кушал? Да, вкусными. Ой, я обожаю этот запах. Что еще нужно? Перец, черри, это мы все будем нанизывать на наши шпажки и в духовочку. То есть у нас креветки, у нас перец зеленый, перец желтый болгарский. Я вижу лимон, черри, огурец, розмарин, укроп. А вот это что такое у нас? Это пекинская капуста, называют ее пакчой, бащай. Пекинская капуста в простонародье. В ней, наверное, очень много полезных витаминов, да? Пекинская капуста и грибы, я вижу. Грибы, шампиньоны, да. Шампиньоны. Ну что, приступим. Ты давай нам задание, и мы с Даньяром быстро со всем справимся. Нужно будет, значит, черри очистить. Так. Вот Даньяр, наверное, справится с этим вообще легко. Мне страшно, если честно. Не бойся, друг, мы с тобой. Много про все это знаете. Если честно, я вообще даже некоторые продукты в первый раз вижу. Так, ну просто от этих хвостиков. От хвостиков. Так, мне надо почистить розмарин, да? Нет, розмарин я сделаю сам. А, хорошо. Я покажу. Так, что теперь еще делать? У нас будет использоваться два вида соуса. Вот я очень рад, что у нас вот не нужно будет сегодня нам заморачиваться. Мы готовые возьмем и просто сделаем дополнения какие-то, и будет замечательно. Изначально нам нужно будет сделать еще маринад. Так. То есть это масло. Вот, в данном случае это у нас... Это начать не с маринада, да, нужно? Да, я вам сейчас еще сюда. Это соль, соль, чуть-чуть, перец. Чуть-чуть соли. Соль какая-то интересная. Это морская? Соль морская, соль морская. Обязательно морская. Морская соль. Перчик. Наливаем масло. Масло полностью выливаем? Нет, не полностью. Чуть-чуть, да? Чуть-чуть, буквально там. Лейте, 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 еще лейте. Еще? Еще. И выдавливаем сок лимона. У нас будет такой соус, маринад, эмульсия. Вот такое сочетание масла, лимон, перец и соль. Запомнили, хозяюшки? И хозяева. Вот так аккуратно взбиваем. Вы сейчас увидите, как... Да не я, Руша, по чему за похвалить, да. Отлично. Я это люблю. Так, все взбивать, да? Да, будет эмульсия. Вот я зачищу. Как любой мужчина. Размарин. Делаем шпажки. Так, ну вот я взбила соус наш. Да, это будет у нас маринад. Потом еще добьем немножечко, да взбиваем, да? Добьем, да. Добьем, да, взбиваем. Так, я хотела узнать у Данияра. Данияр, дорогой, ну ты поешь, знаю, с подросткового возраста. Вообще с какого, кстати? Сколько лет? Ну, достаточно поздно я начал петь, лет с 14. Очень поздно. Ну, просто, допустим, я очень знаю много людей, певцов, которые всегда на интервью говорят, что вот я родился, вот только вот из дома меня вынесли, и я петь начал. Ну, то есть я такие истории часто слышу, поэтому в этом плане я считаю, что это, ну, поздно. Да, поздно. А готовить ты стал? Ну, лучше поздно, чем никогда. Это точно. А готовить ты стал со скольки лет? Готовить я, у меня, наверное, много что в жизни, поздно, да, происходит, готовить я тоже достаточно поздно начал. Ну, как готовить? Ну, студентом же ты был, наверное, что-то же делал. Студентом я был, да. Просто готовить, это очень громко сказано, я очень хорошо могу приготовить яйца, пожарить картошку. Молодец, молодец. Не знаешь, не каждый мог пожарить картошку, даже яйца приготовить не каждый мог. Умею готовить гренки, ну, и, в принципе, все, наверное. То есть голодным ты не останешься? Голодным нет, но просто, если меня направлять, вот как сейчас, я думаю, что я справлюсь. Что-то шедевр сделанный. Ну что, что мы делаем, потому что ты все сам-сам, мы же с Даниаром без дела. Значит, Даниар берем, это у нас как тоже одна часть шашлыка будет. Вот просто вот так вот делаем, такими размерами. А, треугольничка. Мы это потом будем нанизать, да, нанизать на шапашки. Сможешь? Конечно, да. Вот я вот сюда, также желтый, красный, ой, желтый и зеленый. Зеленый. Все, да, нарезать? Ян, вы можете порезать шампиньоны тоже на четыре. Даниарчик, ты, наверное, туда встань, а я вот здесь. На четыре. На четыре части. Тут тоже все можно кинуть. А, туда? Да. Просто на четыре части? Да, на четыре части. Ты знаешь, я первый раз во Франции попробовала сырые шампиньоны. Я так удивилась, оказывается, они делают салаты из сырых шампиньонов. Да, конечно, да, мы делаем. Тонко-тонко нарезаны, но вкусные. Вы тоже делаете? Карпачо, да, если там делаете. Как называется? Ну, вообще, вот то, что тонко режется слайсом, пусть это мясо будет, там овощи. И обязательно сырое, да? Это карпачье называется. И обязательно сырое. Да, и обязательно оно сдобряется обязательно каким-нибудь соусом, чтобы в составе был лимон или лайм. Чтобы был маринад. Так. Духовка у нас работает. Я начинаю потихоньку процесс нанизывания, да? Так, Талгат, что нам делать? Приступаем. Значит, вот наш маринад. Заливаем. А, мы просто заливаем маринадом. Да. Давайте напомним нашим зрителям, какой маринад. Это оливковое масло, это лимонный сок, это соль морская и перец, да, по-моему, все? Перец, да, все элементарно. Просто мы перемешали, взбили, таким образом сделали маринад. Сейчас мы наденем перчатки. Четыре пальца. Четыре. Здесь пятый. Буквально. А достаточно маринада, да, для такого количества? Достаточно, да, оно все пропитается нормально. У нас же будет еще потом соус фирменный, секретный, который мы вместе делаем. А это вы сами блюдо придумали, да, или это какое-то известно? Да, импровизация, абсолютно, что-то где-то берется, как за основу. Мне всегда было интересно, потому что как вот придумывать блюдо? Конечно, что-то берется за основу берется. Вот, допустим, мысль, ну, магия кухни, да, нужно сделать что-то просто, да, то есть это магия, да, то есть от концепции всегда отталкиваешься. То есть сделай какое-нибудь блюдо, магия кухни назови. Ну, давайте его назовем морские шашлычки, магические морские шашлычки, да. Можно, почему нет? Все это мы, значит, перемешали. Поэтому убираем. Руки чистые, самое главное, да. И что мы делаем теперь? И делаем, нанизываем. А, все. Так, где нам будет удобнее? Вот здесь, наверное, становись вот сюда. Здесь, да, в центр. Я рядом. Нам вот эта штука понадобится. Помидоры нужны нам будут? Да, помидоры. Что еще? Ну, пока все. 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 Делаем нанизму. На всякий случай я возьму шпажку, чтобы, потому что концы у розмарина я заточил, но они не такие острые. А, ты еще заточил концы у розмарина. Молодец. Ну, кстати, как вообще тебе пришла идея заняться продюсированием? Вы знаете, это, наверное, от желания развиваться, потому что я очень люблю группу Ринго, я очень люблю находиться на сцене, но при этом, при всем хочется чего-то нового, хочется развития. Поэтому я, я, кстати, начал песни писать. Да? Да, и поэтому мне хотелось, чтобы эти песни кто-то исполнял. То есть как-то продавать их я не планировал, ну, то есть не очень-то благодарные занятия, поэтому я решил создать группу, которая будет мои песни исполнять. Ну, конечно, они исполняют не только мои песни, но мои песни в первую очередь. Все, получается. Слушай, у меня получается, только у тебя как-то так все компактненько получилось. А можно прямо на ветку розмарина давайте вот эту продвину? А, вот так, да. Прямо вот, чтобы на вот эту зеленую часть. Не порвите, пожалуйста. Да, да, аккуратно. Так, этого достаточно или еще что-то нужно сюда? По цвету черри. А, конечно. Самое главное, чтобы ярко было это... Так, еще, да? На, давайте. Ну, Талгат, мы еще не узнали, как ты вообще пришел к тому, что ты стал готовить. Ну, мой путь на кухню был, в принципе, с самого детства, да. Он начинался у меня. Ну, в силу наших семейных традиций, когда я заявил родителям, что я хочу пойти после восьмого бросить школу и перейти в торгово-кулинарный техникум, мне мои родители сказали, как так, наш младший сын пойдет учиться в заведении. Нет, обязательно, это только будет университет. И отдали мне на юрфак. А, так ты еще юрист. Да, юрфак я закончил. Нет, учеба была, я абсолютно не спорю, никого не собираюсь отговаривать, учеба была очень интересная. То есть до сих пор остались связи, коммуникации, общение. В любом случае, высшее учебное заведение, оно дает какую-то базу в любом случае. Но в итоге, поработав юристом, я всегда готовил, всегда были какие-то вечеринки, встречи, друзья, да, вот эта забота с моей стороны, как и вкусно накормить, и меня именно подвигло. Почему вот я должен заниматься тем, что мне не совсем нравится, а я вот, меня оттуда все равно тянуло, понимаете? И сейчас я вот на позитиве, на кайфе. Повар-юрист, такой первый раз. Ко всему, да. Еще и певец, да, точно. И второе образование я уже отучился, уже целенаправленно, уже в довольно-таки взрослом возрасте, уже сам выбрал. Именно наш технологический университет, ресторан, отдел гостиничного бизнеса, о чем абсолютно не жалею. То есть, вот такой как бы путь. Вот такой путь. Слушай, длинный путь, но тем не менее ты пришел к своей цели. Пришел к своей цели. Основная часть нашего блюда сделана, да, трудоемкая самая. Отправляем в духовочку, буквально 8, креветки очень быстро готовятся, овощи тем более. 8-10, максимум 12 минут. 12 минут? Да, максимум. И блюдо будет готово. Слушай, ну мы так много говорили о этих продуктах, но мы их не использовали. Сейчас мы их сделаем. Это у нас будет основа. Основа нашего блюда, то есть пекинская капуста. Ее нужно будет мелко-мелко нашинковать. Ее привезли из Пекина. Она вообще культивирована, культивируется во многих странах, но вот почему-то у нас называется пекинская капуста. Басяй, пакчо, названий очень много у него. Она очень вкусная, вот такая соленая, да, маринованная? Да, она сочная. Острая. Так, здесь, вот в эту чашку мы тонко нарежем. Это будет у нас подушечка. А как у нас будет выглядеть заправка? Заправку мы используем наш секретный ингредиент. Какой? Интересно знать. Это вот, правда, я очень столкнусь и очень рад, что именно столкнулся давно с таким продуктом. То есть это майонез. То есть из этого продукта можно делать его, добивать до вкуса, делывать, то есть какие-то интересные-интересные соуса. Вот в нашем случае это будет сейчас. Ну, ты не против, да, если я предложу тебе наш майонез «Провансаль»? Супер, отлично, отлично, супер. Кстати, рекомендую всем использовать все-таки нашего отечественного производителя. Поддержим отечественного производителя. Обязательно, я только за. Поддержим отечественного производителя. Обязательно. Производителя хитов и поддержим отечественного производителя. Это любовь к майонезу есть у многих казахстанцев, которые проживали, скажем так, студенческие лучшие годы жизни. А, как вы знаете, они точно не проходят. Вот без чего, без чего, без майонеза точно не проходят. Причем, ты знаешь... Это и пельмени готовы, и просто какая-нибудь лепешка, да, купленная. Это все елось с майонезом, оттуда, наверное, любовь осталась. Итак, мы пошинковали капусту нашу пекинскую. Это будет у нас основа под наши шашлычки. Субтитры создавал DimaTorzok Майонеза. Мы сейчас будем делать соус. Соус. Натираем огурец. Натираем? Да, натираем. То есть это обычный соус тартар, просто там используется соленый огурчик. Мы вот будем использовать наш... Я даже не знала, что это соус тартар. Наш капчегайский огурец. Капчегайский, казахстанский огурец. Натираем буквально половинку. По какой стороне? Да, вот по этой натираем. Капчегайский укроп и капчегайский чеснок. Давай я помогу тебе. Правильно? Правильно, правильно. Я заодно и научусь. Давай, дорогой. Буду завтра будущей своей супруге помогать. Мелко-мелко укроп. Как мне нравится, когда повора так красиво, быстро. Да, да, да. И буквально чуть нашего чеснока. А чесночка сколько? Один зубчик? Буквально пол зубчика еще на глаз. Так, тебе лошадку надо, да? Все. Тому в сторону. И сейчас мы будем добавлять майонез. Причем хочу отметить, что действительно, да, как бы свою деятельность, да, не связывал, связывал или не связывал со здоровым питанием. Но в любом случае, если вы будете кушать, да, майонез употреблять, ну вот действительно, это наш майонез. Почему именно, да? Потому что он не растекается по тарелке. Это основной показатель качества продукта, да, вот именно данного пища майонеза. Да, не артушит, по-моему, такой девиз, чтобы майонез не растекался по тарелке. Он не отсекается, то есть... Он не должен быть, как водичка. Да, он не отсекается. То есть вот... Ну что, он... Я съем в обычной группе тоже, я вот на всех готовлю. Не только же мы здесь втроем, потому что... Ну какой ты молодец. Ну какой ты молодец, давай. Да. Все, мы вытаскиваем, вынимаем из духовки наше блюдо. Никогда не нужно забывать на кухне про технику безопасности. Да. Нужно об этом помнить, и детям тоже это нужно прививать, да. Потому что бывает, тут раз, сам схватится, и потом все, считай, ты целый день как-то вот выходишь из строя. Да, круто. Слушай, вот этот розмарин, он вообще такую ноту добавляет. Все, и выкладываем. Все, да, кладем просто. Поближе тарелочку. Так. И тут как фантазия, самое главное, чтобы не входить за край тарелки. И можно третью сюда положить, как-нибудь непроизвольно. А может, не все мы выкладываем? Нет, ну у нас же есть съемочная группа. Нет, а для красоты? Не, не, не нужно. Довольно-таки достаточно, да. Можно попробовать? Конечно. Приступайте. А кто первым будет? Повар? Пробует обычно первым? Повар, я наоборот, я знаю это блюдо уже досконально. Мне важны ваши эмоции и ощущения. После вас. Тоба Тидян. Да, мне тоже классно. Мало ли, что ты туда добавил. И вот сейчас о звезде выступать сегодня. То есть видишь, как удобно? Это такое блюдо а-ля пикник называется. Поэтому тут можно забыть об этикете. Да, да, да. Все, дорогой, берите тоже. Можно с этой стороны. Можно забыть, то это прекрасно. Давайте. Как шашлык. То есть это обычный шашлык. Приятного аппетита. Ой, спасибо. Как это вытащить? Или прям так кушать? Можно так, можно так. Ну как? И в прикуску можно с салатом. Это вкусно. На здоровье. Очень. Слушайте, я не могу оторваться. Честно говоря, но уже пора переходить к нашему второму блюду. Наше второе блюдо называется... Горячий фруктовый салат. Горячий фруктовый салат. Вы когда-нибудь пробовали? Нет? Сейчас попробуем. Морские шашлычки. Готовим маринад. Оливковое масло смешиваем с лимонным соком, солью и перцем. Овощи разрезаем на произвольные квадратики. Шампиньоны на четыре части. Заправляем их маринадом. Из розмарина делаем шпажки. Для этого веточки зачищаем от листьев и нанизываем на них креветки, помидоры черри, овощи и грибы. Отправляем шашлычки в разогретую духовку на 10 минут. Пекинскую капусту нарезаем тонкой соломкой. Готовим соус тартар. Мелкопорубленный укроп смешиваем с натертыми огурцами, чесноком и майонезом. На тарелку выкладываем пекинскую капусту, сверху шашлычки. Подаем соусом тартар. На протяжении многих программ «Магия кухни» я ждала этого момента, потому что это самый приятный момент, когда сладкое может быть полезным. Мы готовим сегодня такой необычный горячий фруктовый салат. Я думаю, и Даниар, наверное, впервые, как и я слышу, что такое горячий фруктовый салат. На самом деле, насчет сладкое и полезное, это обычно действительно, это редко встречается. Я тоже первый раз слышу, что сладкое может быть полезным. Обычно говорят, не ешь сладкое, это вредное, это белая смерть и все такое. Но сегодня, я думаю, мы опровергнем это. Конечно, да, он сахар. Это белая жизнь. Сахар, я не вижу, здесь природа, естественно. Дорогой Талгат, давай перечислим ингредиенты, из которых мы будем делать. Можешь сюда прям поставить корзину, чашу, из которых мы будем делать наш горячий фруктовый салат. Начнем с розмарина, который мы использовали в первом блюде. Вот мы сохранили все. Вот все, что осталось, оберем блюда. Банан, мята, яблоки двух цветов. Опять же, не забываем про игру цвета, чтобы это радовало глаз. Виноград, допустим, если у нас здесь зеленое яблоко, виноград, тогда выберите красный. Апельсины, киви, лайм, в принципе, все. Вода и мед у нас еще будут использоваться. Ну, вообще, можно дать волю фантазии, да, своей? Можно фрукты выбрать те, которые ты любишь. Именно будете сейчас, у вас будет фантазия по нарезке. Я вам сейчас дам блюдо, и вы будете нарезать. Ты заметил, что Даниар Талгат вообще романтик, он даже подбирает по цветам блюда. Да, вот я удивляюсь, это действительно просто для эстетики? Или это что-то значит в плане полезности? Вот как он сказал, глаз... Радовать глаз. Нет, не радовать, а еще как-то. Чтобы глаз... Чтобы глаз балдел. Наслаждаться, чтобы глаз нашел... Вкусно было глазу, по-моему. Да, вкусно было глазу. Вкусно было глазу. Ну, конечно же, Даниар, это все полезно. Значит, вот, здесь вы полноправные экспериментаторы, хозяева. То есть здесь уже ничего не испортишь, только можешь делать все это лучше, да? Поэтому я вам полностью доверяю. Ну, это же как постараться, знаете? Банан нарезаем кубиком, яблоко, груша, буквально по половинке от каждого фрукта, а я пока займусь соусом. Хорошо, окей? Я для этого возьму апельсины, а вот, пожалуйста, это в вашем распоряжении. Все. Кубиками режем? Кубиками режем. Банан, один можно банан. Все. Даниар, а не спросила я у тебя еще о самом главном, о чем спрашивать на кухне. Какое твое самое любимое блюдо? Мое самое любимое... Я очень люблю японскую кухню. Различные суши, роллы. Очень люблю... Беспармак. Беспармак. Да, куда без него, да. Ну, на самом деле, я, наверное, не какой-то вот такой человек, который предпочитает вот что-то одно. Я люблю пробовать разные вещи, люблю ездить за границу, пробовать там. Экспериментатор. Обязательно. Допустим, вот одна из последних наших поездок была в Чехию, в Прагу. И я там попробовал очень вкусное блюдо, называется кахна, если я не путаю. Кахна. А что это? С чего? Утка, которая, по-моему, запекается вот как-то там по каким-то старым традициям. Это блюдо, как беспармак в Казахстане, то есть его подают гостям, которые приезжают, так же нам подали. Все поняла. Мы очень полюбили это блюдо. Гордость. Да. Ну, а ты вообще переносишь что-то сюда, допустим, рассказываешь, из чего состоит ингредиент, и тебе кто-то может повторить. Такое бывало? Вот прям вот оставила у тебя в сердце, нет, вернее, в желудке. Ну, в желудке. В памяти желудка. Да, да, да. В памяти желудка у меня, кстати, лучше, наверное, чем моя обычная память. Да, я часто забываю имена, лица, но блюда точно не забываю. Но песни-то ты точно не забываешь. Кстати, в последнее время... Кстати, а если забудешь песню, что-то... А это бывало. Ну, приходится... Нет, знаете, как это обычно бывает? Я вот скажу телезрителям, то, что... Секрет, конечно. Как можно понять иногда, конечно, это не сто процентов, как иногда понять, что человек забыл слова на сцене, это когда человек отдает микрофон в зал. А теперь вы. Это не всегда, потому что человек хочет услышать зал. Это иногда бывает, потому что человек забыл слова и нужно выпутаться из ситуации. Так, это грейпфрут или красный апельсин? Нет, это красный апельсин. А, красный апельсин. А здесь вот здесь мы... Сейчас будем делать соус. Я выжал, отжал сок лимона, апельсина в нашем случае. Мед, вода и будет соус. Так. Ну, действительно. Да, буквально с половинки, чтобы сердцевину не брать, нам не очищать. Да. Все, достаточно. Сейчас я вам с киви помогу. Так, это сюда. Да, это надо. Попробуйте. Слушай, а банан действительно такой высоко калорийный? Банан, да, он довольно-таки калорийный фрукт. Это мне выгружать уже, да, получается? Да, 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 это все выгружаете в чашечку. А где такое блюдо ты нашел? В каких энциклопедиях горячий салат? Или сам придумал? Ну, как-то вот, не знаю, само, но как-то приходит, смотришь, читаешь. Конечно, не секрет, мы, каждый человек должен учиться, да, читать, смотреть. Информации очень много, да. Сейчас просто нужно это все адаптировать уже под нашу кухню, под наш случай, допустим, да. И все как-то приходит с опытом. Данияр, вот как у вас есть муза, да, у музыкантов, так, наверное, у поваров есть уже своя... Не секунду без вдохновения. ...своя кулинарная муза прилетает. Да, обязательно, обязательно. Вот, все, сейчас виноград и, в принципе, достаточно. Я с детства любил грибы, которые... А детям грибы нельзя, а? Ты знаешь, что... Я не знал. Нет, я их не ел, потому что... Но любил. Я видел их в сказках. Вспомните любые сказки, где идет какой-нибудь ежик, у него обязательно яблоко и грибочек. На иголках, да. Я думал, что они у нас не растут, потому что так получилось, что у меня вот мама их не готовила. Какой ты прелестный ребенок наивный. Я не знал, что они есть. И как-то один раз наша соседка, я не знаю, что она, зачем она пришла, не помню. Она принесла пакет с грибами. Она сказала, вот это вам, то ли за что-то, я не помню. Я когда увидел эти грибы, и мама еще говорит, блин, я их готовить не умею, может, отдам кому-нибудь? Я говорю, нет, давай что-нибудь сделай с ними, пусть будет невкусно, давай попробуем. А что, на декор? И вот, с тех пор я грибы люблю, стараюсь есть блюда, где есть. То есть они тебя не разочаровали? Нет, нет, я их люблю. Соус у нас тут настоялся, приготовился. Кстати, о сладком, да. Взял вкус розмарина, здесь у нас сок лайма, красного апельсина, желтого апельсина. Итак, мы делаем соус. Вкус красного апельсина, вкус обычного апельсина, вкус лайма. Розмарин. Розмарин. А вот это все сок? Чуть воды, буквально. А, чуть-чуть водички. И сейчас в конце всего оно у нас закипело, мы будем добавлять мед. Чтобы мед у нас не кипел, он просто чтобы разошелся. Ну да, мед нельзя греть сильно. Чтобы не было вот этих накоплений различных, там, как говорят, мед если прям разогреть, многие вот хозяйки делают неправильно в микроволновке, он приобретает токсичность. Да, будьте аккуратны. Слышал? А здесь мы просто вот не будем его греть, он отлично у нас здесь разойдется. А мед какой, любой? Любой, но желательно, вот в данном случае. У нас, он разойдется любой мед. Вообще, лучше подача, когда идет на стол, да, для гостей, когда это делается, да, лучше это, конечно, сделать, полить сверху, а потом уже перемешать. То есть гость сам это сделает. Ммм, какая груша вкусная. Это местная наша, толгарская, да. Наша толгарская груша. Вы заметили, сегодня у нас все наше, казахстанское. Поддерживаем казахстанского производителя, казахстанского, и покупаем казахстанские продукты. Вкус у нас еще горячий. Вот это и есть горячий фруктовый салат. Кто-то заправляет йогуртом, кто-то... Видите, наш салат готов. Шашлычки мы уже съели. Да. Сейчас мы добавим мясо. С этим быстро справимся, не переживайте. Ой, как вкусно. Розмарин, да, аромат идет? Слушай, идет. Круто. Ммм. Можно я съем вот эту мяту? Конечно. Какая она вкусненькая. Также вот фрукты можно тоже... Тут разные. Ананас можно использовать, ягоду можно использовать по сезону. Абсолютно. Милые хозяюшки, ну вы теперь поняли, что может быть сладким и полезным. Это горячий фруктовый салат. Горячий фруктовый салат. Фрукты режем кубиками. Поливаем соком лайма. Для приготовления соуса в сотейнике разогреваем сок апельсина, лайма, воду и листья розмарина. Как только соус начинает закипать, добавляем мед. Хорошо перемешиваем и заливаем фрукты. Подаем салат, украсив веточками мяты. Я Нельсен Пенни. Расскажу вам, как создается шедевр. Трижды отфильтруем лучшее свежее масло. На этом этапе рафинации уйдет все лишнее, а нам останется только масло. Заморозим, чтобы в нем не появлялся осадок. И напоследок удалим посторонние вкусы запаха. Итак, мы создали шедевр масла высокого качества, которое подчеркивает натуральный вкус ваших блюд. Если масло, то только шедевр. Ну вот не зря говорят так много о правильном питании. И не верьте тем, кто говорит, что это пресно, это скучно, это невкусно. Хорошие продукты, немного фантазии. И у вас на столе чудесные блюда, которые можно есть без зазрения совести перед вашей фигуркой. Талгат, спасибо тебе большое за то, что ты убедил нас в этом, что ты доказал нам это. Я хочу тебе вручить, становись, дружочек, сюда, корзину с продукцией нашего генерального партнера и в Разинфус Корпорейшн с брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». Спасибо большое. Данияр, дорогой мой, я знаю, что голодным ты никогда не останешься, потому что мало того, что ты умел какие-то блюда готовить, ты сейчас еще научился многому благодаря Талгату. Спасибо тебе еще раз. Можешь приготовить вкусный ужин. И тебе для этого нужны, конечно же, наши помощники. Любимые продукты наши. Ой, спасибо огромное. Вот, пожалуйста, тебе, дружочек, это твоя корзина. Спасибо, спасибо. Ну, какая тяжелая. Готовь чаще, у тебя это хорошо получается. Ребят, ну, я думаю, будет неправильным, если мы наш казахстанский народ не поздравим с праздником на Урыс. Так что буквально два слова, а можно песней, вот, оперетой. Поздравляю. Счастья, здоровья, позитива, процветания во всем, дорогие мои казахстанцы. Ну и что-нибудь с пойном? По берегу безлюдному я бреду. Моя любимая песня. Да, обнаженную смотрю на луну. Она красивая, как ты, халатна. Но со своей красотой ты одна. И даже не узнаешь, как в тебя влюблен был я. И даже не узнаешь, как в тебя влюблен был я. Красавчик, красавчик. У нас сегодня была замечательная компания. Но, к сожалению, мы должны прощаться для того, чтобы завтра вновь встретиться. Смотрите наше шоу «Магия кухни» завтра в это же время на телеканале Хабар. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин